ну кого тут еще можно больше чем у дота тот не слишком серийно 47 на 1 и все-таки шанс остается и недостаточно конечно да шанс уроне у саримана остается на победу в этом фрейме на благополучное завершение первой полусессии на этот раз поточнее но вообще снукер хорошо сыграл уроне сарима сейчас тут вот игрыш очень тонкий он действительно коварный можно не попасть а можно слишком толку по толсто попасть после чего отдала так уровнем стерту биному ну а теперь биному придется искать выхода из этого снукера причем выйти нужно очень точно не отдать соперник не попадает слабо сыграл линия от удара хорошая была на слабо сыграл пол и мисс тут поправку несложно внести вот тут есть опасность если слишком тонко попадется скажем по шару по красному бином биток может выйти из-за красного и открыться игра в середину направо не но он играет же расчет он сейчас чуть добавить силы и все будет нормально волос выиграл фрейм выиграл 1 2 он уступает мёрфи но это хуже попытка хуже ну тут уже не середина тут нужны в угол направо сыграть ровно удивительная вторая попытка плохая такая по силе и много ошибся так сильно то уж точно не надо было играть да в угол то по интереснее розовый откроется ну как с выходом и не очень не очень по моему что они не играют и отыграется желтый только кого-то ушел а с желтого выход мимо коричневого так не просто все так ну шар забил и виток вернул есть игра правый угол и играется ли розовый угол на лево это очень важный момент если проходит то но там не прямой удар там с резкой удары на розовый так не ну проходит проходит выйти то проходит проходит так правы с трудом на проходит но на этот угол то не выйти от борта так вот на желтый опять и снова синий не получается очень бы неплохо было синий сыграть нам придется опять играть желтый может все-таки виден синий виден виден так но это поинтереснее синий нужен при плохом черном и не очень хорошим розовым синий бы пригодился играть его не слишком удобно и уровне солено решать все-таки играть желтый то есть не прибеги не прибегать никаким приспособлением различного просто сыграть желтый секс ну и теперь черный черный да ну станет черный не будет пути для вот это не подумал роде черный станет на отметку и не подумал чего говорю вот по этой мимике понятно черный станет и нет так что придется отыгрываться ну ты либо-либо вот так выходить но сразу шар повышенной сложности становится но сыграл сыграл и снова его нет синий получается так желтый как борту только желтый и желтый надо играть довольно сильным ударом мой просто снокер да простой получался ну что же интересно интересно теперь и снукера выходить стюарту биноману от левого борта подкатить можно так а это что а ну от правого точен удар точен и по силе все хорошо молодец вышел здорово без потерь исправил с ибином конечно первые его выходы были крайне неудачными инициатива уроне он на 5 час ведет биток за болткиную линию раскроются красные конечно один красный на игре хорошо располагаются цветные их много и вот пожалуйста этот красный на игре закрыт да но другой открыт только один рядом с розовым он может быть проходит в угол в любом случае это очень важный удар ронни сыграл очень сильно очень сильно он раскрыл красные увел биток и поставил трудную задачу перед миномом которому нельзя ошибаться если он ошибется ронни может эту концовку взять одним махом мы знаем ну вот и ошибся длинном когда так ну должна последовать расплата за эту ошибку конечно видите с красного далеко надо идти длинные выходы но второй красный будет простой так что сейчас но хотелось бы розовый до вернуть розовый было бы интересно ну по моему розовый будет играть у него саливан ну чтоб можно было все таки ну на коротке более-менее концовку эту разыграть надо отразиться побольше но режется шар режется резко биток черный может попасть нет мимо черного прошел так и с розовой и с розовым углом ну да наверно даже по прямей был попал главное чтоб черный не мешал сейчас на следующем ударе вот видите а черный но они не мешаются не мешают по моему мешают ты по моему мешают только резко 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 не видят ровно саливан на может попасть даже не в лоб верно так играть ой обводящим молодец играла боковой винт молодец но осталось выйти на желтый так но сбил желтый куда к лузе нет за лузу ну повезло сдача на стороне ровно саливана сильный удар производил ну выход нужно не просто шагу да нужен был выход и вот посмотрим сейчас где стоит биток желтый был на своей отметке выход получался но интересная борьба 8 очков перевес бинома и тактическая борьба попытка сделать снукер она нет удалось получается казалось что биток подальше пройдет есть попадание но желтый на игре теперь а зеленый промо зеленого ну она по-любому проблема была зеленый ну разве что от синего играется в левую среднюю нет вину мы просто надо брать желтый но постараться приблизить биток чтобы удобнее делать все это грош видите тоже делает сильный удар ради выхода в общем привел то биток вот так он снукер получал бы да хорошо что не забил даже ну если забивал чуть по другому все что мы понимаем и ошибку ронни ошибку вином а потому что ну забить шар взять очки это не самоцель тоже вот тут была попытка выхода может быть снукер получится ну трудно сказать нет синий не мешает насколько там зеленый мешает похоже виден все таки желтый оставил желтый шар роннио с салливан убиным и открылась дорога зеленому это такой удар получился совсем неударный но это была сложная резко очень сложная резко были варианты вот и греша не получилось получился прямой удара на таком расстоянии ну вот робертсон помню как-то делал удар вообще очень интересно где мы вы должны помнить такой момент не последний от мира вот перед этим был такой момент вот был подобный удару робертсон ему нужно было через весь стол оттяжку сделать и он пошел на этот удар и гонугу забьет такой шар быть ему чемпионом мира но в тот раз он не стал чемпионом а получилось все таки вот через год так вот вышло ну мало что изменилось после желтого сократилась отставание роннио сорвана до 6 очков ну вот зеленый на игре но еще не факт что с этого зеленого удастся выйти на коричневый ну и теперь коричневый неудобный шар и вообще близко к борту располагается и зеленый забить не удалось вот интересно идет зеленый средний вроде идет вроде идет мимо синего все равно трудный выход но это шанс перелезал столкновение но ничего простого но тем не менее реальный вариант есть играть зеленый свет не винтом и тогда от правого борта выход на короткий есть опасно все можно не забить можно не точно ухер сделать вот поэтому просто отыгрывается стюарт снукер не сделал отыграться тем не менее хорошо до затем затяжной фрейм еще более затяжного чем предыдущий получается но событий много это тоже снукер не получилось но отыгрался вполне успешно роннио сорван потому что при попытке играть такой зеленый с выходом на коричневый можно потерпеть неудачу и тут нормальный удар это тонкое касание по правой стороне нет атаковал мином биток привел неплохо зеленый снова на среднюю становится но попроще согласен но трой стороны а как на коричневый другой стороны угол то такой что очень сильно надо бить что привести биток вот сильный удар и тут же промах и вот мы понимаем вот сколько много промахов но они объясняются тем что приходится бить сильно однако снукер снукер получился вот повезло теперь ронни промахивается бином и ронни наверное возьмет эту позицию потому что зеленый на игре да зеленый какой прямой практически равнялись 47 47 через правый борт выйти на коричневый получается ну что ж просто забить коричневым там поднять биток ну сиди особо там ничего не надо вот вполне нормальный вполне нормальный розовый уже дает победу и главное чтоб не был абсолютно прямой синий дал не большой угол и отсюда конечно розовый ну и теперь из выхода не нужен фига не нужно это спокойно удары нет надеваться розовым так что 2222 продолжение через 15 минут ну матч-то какой упор хороший хороший матч не скажу что у нас продолжение будет на основном канале евроспорт интернационал но здесь тоже у нас останется репортаж